Привет! Сантур Райдон. Он пришел с таким оригинальным крылышком в комплекте. Свои монтажные отверстия, якорь, естественно, тоже в комплекте. И винтики для закрепления этого крыла тоже присутствуют. Ну, стоковые крылышки мы видим не впервые, в принципе, в целом, на вилках. Но вот конкретно для Сантура наконец-то вот понятно становится, для чего у нас сделаны вот эти вот маленькие отверстия заглушенные. Ну, это, полагаю, тоже, соответственно, для крыльев, только другого типа. Крылышка выглядит таким, ну, довольно интересным. Хотя, в отличие от обычных, так сказать, папок, да, из крылышек из папки маленьких, то они не прикрывают ноги. Крылышки из папки прикрывают ноги от грязи. Но, тем не менее, от грязи, летящей из колеса, от напора лицо, то эта штука будет прикрывать лицо издака. Версия прибыла бустовая, то есть, чуть шире расстояние между драпаутов. Естественно, не торки кэп, как это сделано у RockShox, но, как у Фокса, бустовая. То есть, 110 ширина между драпаутов и диаметр оси 15 миллиметров. Ось, ну, так сказать, быстросъемная. Уже чуть лучше, чем та версия, которую Сантур продавал нам с Цангой. Цанга имела неприятные последствия. Попадание грязи большого-большого количества в Цангу. И, ну, в итоге, ось было сложновато вытащить. Здесь регулировка сделана по принципу, как, наверное, у Марзочи. Я подобное в какой-то период их существования наблюдал. Сейчас Марзочи у нас перешло в Фокс. И вот у Сантура, скажем, есть такой вариант. То есть, базирование вот этой вот части, оно идет по конусу. Очень странное решение. Тоже сделан конус. Ну, не знаю, мне кажется, плоскость работала бы не хуже. Ну, сделали и сделали. Затягивается это все банальным эксцентриком. То есть, мы вкручиваем ось до определенного момента. После чего закрываем эксцентрик. Потому что крутить можно за эксцентрик непосредственно. Если часто снимать, ставить колесо, это, наверное, все-таки удобно. То есть, мы зажали, закрыли флажок. Открыли флажок, выкрутили ось. Хотя, опять же, ось просто с флажком так же точно можно откручивать. Ось просто под шестигранник точно так же можно откручивать. Крутили оську. Эксцентрик нам надо закрыть. И вот с помощью этого плюс-минуса мы можем выставить усилие. То есть, чтобы у нас при закрытом эксцентрике эксцентрик располагался, ну, где-то там так или так. Кому как нравится. Ладно. По-моему, слишком много внимания оси. Хотя вилка... Ну, хотя вилка это вилка. Вот. Оно вроде бы и так понятно, что это вилка. Но этот сантурик все-таки уже претендует на звание именно трейлового агрегата, на котором можно и попрыгать, и повеселиться. Это райдон 34, то есть 34-я в диаметре нога. У нас есть регулировка отскока, то есть внутри присутствует демпфер. Мы посмотрим, какой он и как он сделан. Соответственно, у нас есть блокировка, которая также у нас является компрессией. То есть, кстати, даже 2CR написано, что, собственно, говорит нам о том, что сантур считает это не просто блокировкой гидравлической, а именно регулировкой скорости сжатия вилки. То есть, отскок у нас регулировка той скорости, с которой вилка разжимается, в плюсик, соответственно, помедленнее, в минус, побыстрее. Здесь так же само. Сжатие помедленнее, сжатие побыстрее. То есть, меньше гидравлического сопротивления при сжатии. Но жесткость, жесткость самой вилки, да, сила, с которой она будет разжиматься, и сила, с которой она будет противостоять сжатию, регулируется у нас через клапан воздушный. То есть, здесь стоит воздушная пружина. Просто подключаем сюда насос. Можно насос высокого давления. Можно, если подходит, то можно использовать и обычный насос для накачивания колес. Лишь бы оно поместилось вот в это отверстие. Лишь бы головка сама сюда влезла. Ну, шпаргалки на штанах я не увидел. Для того, чтобы предварительно какое-то давление под свой вес можно было понять, какое накачивать. Ну, поэтому накачиваем на свой вкус. По СЭГУ, так сказать. Колпачок отскока просто выдергивается. И, соответственно, выкручиваем шестигранники. Один на пять, другой на восемь. Кстати говоря, из вот этого винта должна была выйти еще вот эта часть. Она обычно является частью крутилочки. Странно, что она осталась внутри. Ну, на функционал, тем не менее, этот момент не сказывается. Но, повторюсь, что обычно оно сидит здесь чуть плотнее. Ну, вот, собственно говоря, оно и село достаточно плотно. Шестигранник на восемь. Просто откручиваем. Это не мониту. Здесь как у Мурзы, так и, собственно, у Сантура и у многих вилок, которые слизаны с него. Обычный винт. Головка на восемь. У станины, где воздушная пружина. Шестигранничек на пять. Никаких дополнительных уплотнений здесь не установлено. Это просто металлическая шайба для того, чтобы освободить штанги из штанов. Так же самое, как и урок Шокса. Сначала осаживаем одну штангу. Мне кажется, что вот эту не было необходимости осаживать. И вторую штангу тоже осаживаем. Ну, смысл в том, что в большинстве конструкциях вилок штанга запрессована в основании штанины. Это где-то дает герметичность, где-то просто позволяет нам нормально затянуть винт. Соответственно, иногда надо штангу внутрь штанины чуть-чуть вбить. По моим предположениям, масла здесь внутри быть не должно, поэтому снимаю штаны не над тарой, а просто так. Потому что Сандур традиционно применяет, скажем так, густую систему смазывания своих вилок. Предположительно, из-за того, что у них там тёпленько и хорошо всегда, и масла им в принципе не нужно. А там, где широты северные, использование жидких смазок в штанах очень даже актуально. Видно, что бушинги здесь установлены металл-тефлоновые. То есть, скольжение у нас будет страгивание нормальное. И ресурс с учётом каких-то люфтов тоже продолжительный. Внутри, под пыльничками установлены поролоновые колечки. Они с завода пропитаны маслом. Это реально классно. То есть, с обоих сторон. Ну, масло здесь играет двойную роль. Первое, оно стекает потихонечку, смазывает бушинг непосредственно направляющую. И второе, оно наносится на ногу и смазывает ногу, которая скользит по пыльничкам. Пыльнички, кстати. О, да. По ощущениям, на нижней кромке этих пыльников присутствует такое же стальное колечко, как и сверху, которое уплотняет резинку. Да, резинка у нас сама по себе немножко инертная такая. И для того, чтобы плотность сопряжения между резинкой и ногой сохранялась всегда на примерно хорошем уровне, используют металлические вот такие пружинки. Вот верхняя обычно не ржавеющая, а нижняя просто столюга. Кромки, благодаря этим пружинкам, получается чуть, скажем, шевелятся чуть более динамично. И при возникновении какого-то люфта, зазоры между ногой и пыльничком у нас получаются меньше, реже. Вот смазки у Сантура используются достаточно скользкие в большинстве случаев. Но мне вообще сложности интересно будет посмотреть, скажем, на присутствие стружки, есть ли она у этой вилки как у вилок от RockShox, допустим, или Fox. Ну, не то чтобы она здесь должна быть, но она попадает, появляется в процессе сборки, когда вот эти металлтифлоновые бушинги устанавливаются внутрь штанин. Получается, что... Ну, посмотри, сколько черноты. Это как раз вот с этих бушингов у нас чернота. И, судя по всему, немножечко с пыльников она образуется. Вилка, напомню, что абсолютно новая. То есть вот она только вытащена из коробки. Коробка не оригинальная. Прежде всего, ей упаковка, ну, то есть для производства, а не такие вилки, обычно дешевле. Ссылка на нее, соответственно, будет в описании. Все тот же магазин. Точнее, это уже еще один магазин, который хорошие цены обеспечивает. Не знаю, откуда они и каким образом это все берется. Но наша главная радость в том, что они дают нам возможность знакомиться настолько глубоко со своими, с представленными у себя товарами. И дают возможность покупать это все очень даже недорого. Ну, черноты, конечно, здесь на этих черных бушингах прилично. У Фоксы, допустим, вилки с черными ногами и черными бушингами страдают тем, что очень быстро изнашивается покрытие на поверхности самих ног. То есть анодировка у Фокс черная вот эта черными бушингами стирается довольно быстро. Это не единичный случай. То есть это прям такой массовый характер носит события. Дальше интересно нам будет заглянуть внутрь воздушной пружины. Посмотреть, как именно она реализована. Соответственно, стравливаю давление. Вижу, что на ключик попадает масло. Значит, жидкое масло туда нанесено. Ну-ка, сейчас посмотрю, как шевелится поршень. Ну, не залипает сильно. То есть все довольно свободненько. Кстати, да, вот у меня кусок штанины в руках остался. Одна из причин образования стружки. И таким страдает не только, на самом деле, Сантур. Такую историю я встречал и на вилках Рокшокс. То есть затягиваешь винт, который вот сюда вкручен в эту штангу. Тот самый шестигранничек, который я выкручивал пятеркой. И получается, что он там спрессовывается, как-то продавливает. И из штанины вот такой кусок откалывается. То есть это прям, не знаю, неприятная ситуация. Но она вот происходит, к сожалению, не имеет места. Нижняя крышка, bottom cap. О, она не так сильно затянута, как у китайских вилок. Это радует. Заметили уже, да, что съемка идет с другого немножко ракурса. Не прямо с головы. Решил попробовать, что получится из этого. Мне пока не нравится. Так. Уплотнение сделано с помощью X-ринга. Вот он здесь. И здесь же стоит металл-тефлоновый бушинг внутри этого донца. Прямо все как у взрослых вилок. И выемка есть с этой стороны, куда может вытесняться масло, налитое в штаны. То есть вилка прям сделана, похоже, по-взрослому, как Рокшоксы и Фоксы. Хоба! Никакого перепускного клапана здесь на самом поршне не видно. И очевидно, что он сделан непосредственно в ноге. Так же, как у Добонейр пружин от Рокшокс. Так же, как у современных воздушных пружин у Фокс. То есть у нас здесь воздушная негативка. И какая огромная проставка. Просто гигантская. Она сделана с пазами, чтобы воздух мог проходить. Она сделана из такого, может это супер жесткий полиуретан. Ну, либо какой-то глухой пластик достаточно, чтобы это все не грохотало, не шумело. Прямо по смазочкам все очень скользко. Потому что, как я уже говорил, я уже пробовал, как это дело все шевелится. Да, слышно, как работает перепускной канал. Где-то здесь проточка в середине ноги. Прямо очень круто сделано. Скользит все очень классно. Вот тут видно перепускной канал. Черная точка на поверхности ноги внутренней. Это как раз канал, через который воздух из позитивной камеры переходит в негативную. Топка под головку на 27. Очевидно, что на нем будет хорошее уплотнение. Но что я хочу посмотреть, так это возможность установки штатных токенов. Токены обычно используют для того, чтобы уменьшить объем воздушной камеры. Тем самым при сжатии жесткость вилки будет нарастать быстрее. То есть, вначале мы можем настроить вилку, чтобы она была чуть-чуть помягче. А под конец хода быстрее нарастала жесткость. Соответственно, если мы убираем токены. А токены здесь есть. Пожалуйста. Резиновые. Интересное решение. Убираем токены. Вилка наращивает жесткость своей воздушной пружины медленно. Так, соответственно, масло тоже потекло. Ну, оно прям такое скользкое, хорошее масло. Ну, по ощущениям было все хорошо. Ну, что ж. Ну, поскольку я залез сюда, я уже тогда пыль потом буду убирать всю. Смазочные материалы и пыль, которая могла туда попасть, наносить новые. Нестю Ашнолик буду использовать. И свои привычные масла. В общем и целом, пружина в вилке установлена взрослая. Вполне себе современная. И пока, как сделать лучше, я не знаю. Колпачок, он же крутилка компрессии, здесь просто защелкнут на резинке. Соответственно, поддеваем его аккуратно и пытаемся вытащить. Так, ладно. Остальная часть крутилки выходить не хочет особо. Ну, наверное, это сейчас нам и не нужно. Потому что ту же головку на 28 прикладываем и выворачиваем картридж. А вот, скажем так, демпфер здесь хоть и гидравлический, но все-таки исполнен в виде картриджа, на который душно и интересно взглянуть. И что-то мне кажется, что здесь нет уплотнения. Как-то свободно выкручивается. Да, уплотнения здесь отсутствуют. Хотя проточка под него есть. То есть, сюда имеет смысл поставить резиночку, если мы хотим использовать жидкую смазку для штану. Чпорик. Обычный картридж. Закрытого типа. То есть, необслуживаемый. Ну, как показывает практика, при большом желании его можно, как минимум, стравить из него масло. При использовании жидкой смазки в штанах, если вы нальете очень маслом много в штанину, то при полном срабатывании этого картриджа будет набиваться... Он и сейчас уже, если честно, по-моему, лишнего в нем давления есть. Я, честно говоря, не рад тому, что в этом картридже присутствует давление. Оно особо не нужно. Оно ни к чему хорошему там не приводит. Может быть, чуть-чуть меньше масла пузырится. Ну, в процессе работы, потому что оно должно стекать вниз. Здесь просто добавлен воздух под давлением. Смысла этого давления, повторюсь, я особо не вижу. Оно полезно, когда у нас есть какая-нибудь тема для разделения. То есть, если бы здесь был разделительный поршень, который не позволял бы смешиваться маслу и воздуху, это было бы да, потому что масло было бы тогда под давлением и меньше бы смешивалось с воздухом. Растворялся бы воздух в масле лучше. Но поскольку здесь у нас все вперемешку, в общем, странное решение от СанТур. Ну, тем не менее, просто если очень сильно захочется когда-то поменять масло, можно будет просто верлить отверстие и стравить излишек давления через дырку, которую потом просто закрыть парой. Ну, плоской резинкой какой-то. И все, это будет работать плюс-минус так же, как в современных вилках от RockShox. В общем, ремонтопригодность есть некоторая. Корпус самого демпфера не анодирован. Ну, если анодировка здесь и присутствует, то очень тоненькая, скромненькая. То есть, масло внутри очень быстро почернеет и забьется. То есть, вот в этом нюансе как раз недостаток данной вилки по сравнению с каким-нибудь RockShox. Но плюс в том, что у нее все-таки алюминиевые ноги. Кстати, взвесить-то я ее забыл. Надо будет после сборки обязательно сие добавить к видеоролику. Открытое, все легко сжимает. Написано LOCK. Хотя, да, на крутилке написано LOCK, хотя на наклейке написано 2CR. То есть, две компрессии. Потому что масло все перелилось, пока оно стояло вверх ногами. Давай погоняем подольше. Работает как в лучших традициях отдельных демпферов блокировки от Foxx. Ну, то бишь, не работает. За два края поддеваем. А, ну да, здесь есть ограничитель. Я, видимо, проворонил этот момент. Соответственно, то же самое шестигранником практически можно... Во, вот теперь до упора закрутил. То есть, да, во, пожалуйста, все, она заблокировалась. И при превышении усилия не срабатывает. То есть, это глухая блокировка. И только на последних-последних самых щелчках ощущается ее эффект как от компрессии. То есть, глухая блокировка. То бишь, заблокировав этот картридж и поймав какую-то кочку снизу, удар в колесо, вы этот удар получите прямо в руки. А на взрослых картриджах при сильном ударе заблокированный клапан компрессии имеет дополнительный обходной порт подпружиненный, который открывается и масло проходит. То есть, вилка все равно заблокированная, срабатывает от сильного удара. В данной конструкции всего, к сожалению, нет. Ножки у нас алюминиевые, благодаря чему достигается относительно низкий вес вилки. Шасси у нас конкретно этой вилки рассчитаны под 27-е колесо, но также в продаже есть и 29-е вилки. Что, в общем-то, популярно как альтернатива в этом ценовом диапазоне вилкам RockShox серии Silver. То есть, с стальными ногами. Я считаю, ну, в принципе, оправданно и интересно. Просто по той причине, что RockShox Silver с стальными ногами сейчас антикоррозийную защиту делают вранением, по сути. И этот процесс, это окислы на поверхности металла. В итоге, из демпфера новой вилки RockShox Silver, любой современный RockShox Silver, мы достаем кучу ржавчины. Также из ноги с воздушной пружиной. Там, повторюсь, что пружина идет в отдельной колбе. Я очень надеюсь, что в ближайшее время нам удастся посмотреть также на RockShox Judy, которая, в принципе, тоже с остальными ногами, и посмотреть, как она устроена. Современную Judy, я имею в виду последних годов. Ту самую, которая вылезает на озоне по хорошим ценам. И сравнить их. Основными критериями, наверное, будут являться вес, да, и, скажем так, сервисопригодность, что ли. У этой вилки вопросы только к демпферу. Но учитывая, что демпферы можно приобретать отдельно в сборе, ну, типа, как бы совсем уже и не вопрос получается. По прочности. Ну, да, RockShox, наверное, будет чуть-чуть поинтереснее. В том плане, что, ну, хотя бы, да, взглянем здесь на конструкцию короны, да. Видишь, она здесь такая же, как и на старых Marzocchi. То есть, при больших нагрузках, да, то есть, катание по трейлам, по тропам, она будет выдерживать нормально этой вилкой, без проблем. Но если вы начнете там сильно много весить, да, вот я вот был молодой, весил там в районе 80. Сейчас стал постарше чуть-чуть и стал сильно много весить. Если вы начнете сильно много весить, при этом продолжите высоко прыгать, не жалея своего здоровья, то шансов, что эта вилка у вас долго протянет, не так много. Хотя есть молодые и настойчивые, и тоже могут что-нибудь это дело погнуть, потрескать. И еще один момент, который может быть привлекательным для рассмотрения данной вилки в качестве апгрейда, это шток. 27,5, блин, сантиметров. Он просто гигантский. Можно ставить руль с такой вот проставкой, как шея у жирафа, и он будет высоко и очень комфортно. Ну, знаешь, типа на комфортный велик, если собирать себе, но так, чтобы было немножко с запасом по прочности и с претензиями на качество, да, то есть, ты не будешь носиться на нем постоянно, лупить вверх-вниз по склонам, тем самым сокращая, скажем так, жизнь, приближая крах этого картриджа. Ну, какой крах у него будет? Он просто будет все тупее и тупее со временем работать. Ну, по поводу грязищ в штанищиках, вот, собственно, первая тряпочка, первый заход. На ней присутствуют какие-то кусочки полимеров, возможно, это кусочки резины, кусочки бушингов, или еще какие-то кусочки. Ну, и вот из штанины, где был выломан кусок магния штангой, собственно, пружины, есть вот такая вот история. Это с самого-самого донышка, вот с самого отверстия, то есть, выковырена вот эта вот краска вперемешку с осколками магния. А в целом, да, в целом неплохо. Мне кажется, что без нулевого ТО эту вилку эксплуатировать было бы можно. Так, в качестве смазочного материала. Вааа, для штанины, для ноги. Я, кстати, да, в процессе видео оговаривался, штанину ногой называл. Ну, в общем, да. Особо нулевого ТО делать смысла для этой вилки я, повторюсь, не вижу. И вот сейчас наношу сначала свою густую смазочку. Хотя родная вполне себе хорошо бы здесь справлялась. На поршень непосредственно под резинку будет нанесена PM600 просто для того, чтобы у нас резинка, которая находится в этом пазу сохраняла свою эластичность как можно дольше. То есть, просто для того, чтобы продлить ей ресурс. Вот так вот. И резиночку сюда, X-Ring, используется как и у RockShox, как и у Fox. То есть, сантуры не стали выделываться и поставили X-Ring сюда. И так же ставим сюда отбойничек, который здесь находился на этой штанге. И вот эту проставку. Собственно говоря, проставка это объем негативной пружины. Задает. Частично задает. То есть, ну не полностью. Основное позиционирование этой воздушной пружины осуществляется как раз именно из-за расположения проточки. То есть, если мы захотим увеличить или уменьшить ход этой вилки, то заменой каких-то проставочек отдельных здесь точно никак не обойдешься. И придется менять всю штангу. Всю штангу, то есть, воздушную пружину так же, как это предполагается делать у Fox и у RockShox. Ну, можно, конечно, использовать предложенный мной вариант с изготовлением нового поршня. Или использовать чуть более... Оно где-то было там, как увеличить Дебонейр, альтернативный способ или что-то в этом роде как-то видео называлось. Либо использовать проставочку. Дополнительную, как я, допустим, делал для вилок RockShox. То есть, вот сюда ставится бабышечка такая. Ну, надставка для того, чтобы увеличить. И для того, чтобы уменьшить ход, соответственно, можно обрезать эту штуку. То есть, вилка прям вот именно полноценная. То есть, соответственно, да. Видели, что сюда я нанес также PM600. На резинку тоже X-Ring установлен, поэтому собирать лучше аккуратно. И здесь тоже PM600 нанесут для того, чтобы поменьше всякой грязи при закручивании образовывалось, точнее, образовавшейся при закручивании грязи, чтобы поменьше обваливалось внутрь штанов. Чтобы она все прилипла сюда и здесь осталась. Хотя донцы выглядят сделанным из не анодированного алюминия. То есть, оно, по идее, скрипеть и шуршать даже при закручивании на сухую не должно скрипеть и шуршать, образуя именно какие-то там частицы, способные вызвать ускоренный износ анодировки. Тоже важный моментик. Не забыть, главное, вот эту проставку, потому что она играет роль отбойника. Какой-то резиночки, мне кажется, не хватает. Хотя сама по себе эта штука пластиковая, да, полимеры при резком ударе, при пробое, оно тоже немножечко будет компенсировать силу удара и распределять мягко удар не только вот в эту точку, а по всему основанию донц штанины. Хотя, вообще говоря, заливать в непосредственно воздушную пружину какое-то масло, да, смысла глубокого нет. Здесь должна быть просто смазка, с такой очень низкой консистенцией. Поэтому я сейчас сделаю хитрый фокус. Я просто добавил масло и свою смесь из этого же масла и тефлона, и Nesti OH-0 чуть-чуть разбавлю, да, чтобы она стала немножечко пожиже, чтобы полегче шевелился поршень. Хотя, впрочем-то, он на той смеси двигался и так неплохо. Заливать сюда много трансмиссионного масла, как это было сделано с завода, смысла глубокого нет. Да вообще, наверное, нет смысла, потому что это масло будет стекать вниз, постоянно сидеть на поршне, и через тот самый перепускной канал просто убежит в негативную пружину, уменьшив ее объем, и перестанет работать как смазка. А вот топ-кэп буду устанавливать на ПМ-600 сознательно, обрабатывая резьбу, потому что при перекосах какие-то осколки, анодировки могут образовываться, обваливаться туда на поршень, и поршень будет царапать внутреннюю поверхность ноги, выводя воздушную пружину, по большому счету, из строя, и уменьшая ее ресурс. Кстати, здесь вот есть уплотнительное колечко на топ-кэпе, на верхней крышке воздушной пружины, ну и, в общем-то, ноги с воздушной пружиной. Такое же колечко надо бы установить на демпфер, чтобы у нас вилочка стала с той стороны герметичной. Резиночка на топ-кэп картриджер подошла 27 на сечение 2, ну, диаметр 27, сечение 2. Соответственно, она прям сюда, как родная, становится. Можно 28 на 1,8 поставить, тоже действительно будет уплотнять. И если вдруг зальете в штаны масло при сборке, а я собираюсь это сделать, то вытекать оно не станет через верх в состоянии перевернутой вилки. И, соответственно, заряжаем весь картридж туда на место. Сначала, естественно, закручиваю от руки по ПМ-600. И далее затягиваю уже ключом. До плотненького такого усилия срывать смысла нет, но затягивать надо плотно, чтобы меньше шансов было у ноги начать щелкать вот в этом прессовом соединении. Нога, по ощущениям, здесь чуть-чуть уже. Ну, по крайней мере, когда я ершиком все это делаю, чистил с тряпочкой. Здесь тут же проходило. То есть посадка ноги в корону достаточно плотная, но это не повод не затягивать как следует, не срывая. Точные усилия я вам, наверное, не скажу. Около 25 нюн на метр. 25-35 ха! Большой облом подкрался незаметно. Под вот этой резинкой, которой я сначала не придал значения, скрывается механизм, который, собственно, позволяет крутилке отскока произносить пощелкивание. То есть шарик подпирается в пружинку и вот, собственно, оно там пощелкивает. Сия резиночка просто закрывает данный узелок, но при некотором давлении масло, налитое в штанину, будет просачиваться и вытекать через вот эту резьбу. То есть, ну и через резьбу, и, соответственно, через вот этот винт, который, по сути, является открытым. Да, крутилочка у нас здесь с резинкой, но резинка выполняет не герметизирующую функцию, а просто удерживающую, ну, чтобы держалась на месте эта крутилка. То есть крутилка будет постоянно в масле, если залить сюда жидкое масло в эту штанину. То есть вилка совершенно у нас не приспособлена для работы. с жиденьким маслечком. Ну, по крайней мере, вот это вот, на газ вот этим вот картриджем. Так что придется ограничиться заливкой масла между бушингами. Поэтому штанишки все-таки придется собирать на густую смазку, в качестве которой Nestio H0 подойдет очень даже неплохо. Ну, а масло просто побольше налить в поролонке. Размазываю также саму смазку больше по бушингам. И между ними, для того, чтобы при попадании влаги процесс коррозии начался не сразу, а как можно позже. То есть, когда эта влага сможет проникнуть под смазку. А смазка сульфонатка альциевая. То есть, она сама по себе может насыщаться влагой. Ну, к тому, что она не пустит сразу эти молекулы воды ко взаимодействию непосредственно с довольно активным металлом в составе сплава этих штанов, то бишь с магнием. Вот это дело протянет подольше в общей сложности. Ну и маслечко, да, буду как можно больше наливать сюда в зазор между бушингами, пока вилка будет перевернута. И непосредственно туда, в паз вот в этот между пыльником и верхним бушингом, где устанавливается поролоночка. Поролоночки, если честно, ну, на мой взгляд, тонковаты. Могли бы быть и пообъемнее в случае с подобным решением. Но их толщина продиктована. Ну, то есть, какие попало поролонки, к сожалению, не подойдут. Первые попавшиеся взятые с Алиэкспресса. Она будет выступать сильно сюда, в центр, и ногу будет тяжело пропихнуть. Здесь они тоньше, потому что сами пыльники используются с очень маленьким наружным диаметром, и вот какого-нибудь RockShox, опять же, пыльнички не получится использовать. Помните, что Нести О.А.Ж. Я ругал за то, что она не очень подходит для смазки пыльников, ибо, ну, липковата смазка. Она прекрасно страгивается, шикарно скользит, но липковата. Поэтому сюда вот можно нанести какой-нибудь аналог слегхани, либо непосредственно саму слегхани. Честно говоря, на мой взгляд, конкретно этим пыльникам, хоть они и хороши, тем, что снизу установлена пружинка на маслосъемной кромке, хотя масло-то по сути дела сюда заливать особо и нельзя, но у этих пыльников кармана для грязи сверху, ну, как-то не два, а полтора, то есть всего какие-то две слабовыраженных грязесъемных кромочки на этих пыльничках. Ну и, собственно, пропитываю маслом поролонки погуще, пожирнее, так сказать, побольше его туда заливаю, чтобы оно потихонечку спускалось в штаны и когда оно начнет из крутилки отскока подтекать, чтобы вытекло его оттуда не слишком много, дабы это все дело не омрачало процесс катания на велосипеде своим непристойным видом, на который собирается куча-куча пыли. Больше его туда. Масло CGLP-68 для направляющих, ну, как раз для подобных узлов трения. Это у нас бушинги, они и есть втулки скольжения. Ну, все, теперь можно надевать. Фаски очень хорошие сделаны на ногах, заходные, поэтому, ну, есть шанс, что, используя поролонку 34-го размера, а вот стороннего, так сказать, производителя, мы не столкнемся с проблемой того, что эта поролонка будет обрезана между ногой и бушингом. Штанину сейчас, в которой будет воздушная пружина, добавляя еще немножечко масла, чтобы оно сюда стекло, в эту штанину, не уверен, что такое делать, имеет смысл, ну, капельку, и подожду, пока оно там протечет между бушингами, там и задержится. Герметизировать в связи с тем, что масло используется очень мало, дополнительными какими средствами я не буду, тем более на предыдущих, на более дешевых версиях сантуров уже замечал, что герметик, нанесенный вот на эту шайбочку, вполне себе неплохо справляется. Далее, тут у нас оказалась небольшая нестыковочка по штанге и непосредственно донцу штанины. К сожалению, не заходит, не запрессовывается плотно штанга дефера. И, соответственно, герметичности тут не будет вообще, даже если каким-нибудь чудом заткнуть то отверстие, где находится непосредственно шарик. То есть, в общем, перемудрили они, если честно, могли бы обойтись без этого шарика и сделать возможность, ну, там можно было какие-нибудь дополнительные конструкции добавить и сделать герметичной всю эту историю. Хотя, вообще-то нет, да, вообще-то да, вообще-то можно добавить, можно сделать, действительно, я даже не подумал об этом, ну, о глубокой доработке, то есть, дополнительную детальку изготовить, которая закроет сообщение между шариком и винтом и в этой дополнительной детали сделать герметизацию не по посадке штанги внутрь штанины, да, тут у него здесь посадка своя отдельная, 10-миллиметровая есть, а по плоскости, как это делалось на старых-старых-старых-старых, очень старых марзочи, вот, да, такой вариант прокатит и можно будет перевести ее действительно на масло. Ну, в общем, доработка, скажем, не уровня, что, вот, типа, я вот заскучал и сделал, а именно станок будет нужен для того, чтобы это доработать, то есть, то есть, ну, не гаражный вариант, я надеялся, что от этой вилки как раз получу такой вариант именно для того, чтобы каждый самостоятельно мог там при малейших доработках сделать из нее прям вилочку на жидкой смазке, ну, на густой она тоже будет работать, но не в каждую, не в каждом регионе, так сказать, не в каждую погоду она будет работать хорошо, потому что консистентные смазки все равно имеют свойство густеть, никуда от этого не денешься, к сожалению. Соответственно, затягиваем примерно 5 ньютонов на метр оба винта и герметик, который я нанес, протираю. Хотя здесь, ну, это практически бесполезно, то, что вот на на этом винте сообщение идет через вот ту колобашечку, которая держит шарик. сколько-то там, может быть, будет удерживаться. Не, резинка эта точно масла никакое держать не будет, она, что болтается свободно. Все это ради того, чтобы были щелчки, как у взрослых вилок. Поразительной плавности, за которую любят Фокс, несмотря на все его недостатки, у этой вилки не получилось, даже на тех же самых смазках, на которых Фокс демонстрирует эту поразительную плавность. Ну, как-то вот она, возможно, шасси немножечко не идеальное, может, где-то штаны чуть-чуть поуже, чем ноги, может быть, еще какие-то нюансы. Может, бушинги, кстати, да, бушинги сделаны вообще практически без зазоров, люфт вообще не ощущается, то есть, если вас бесит люфт, допустим, мониту, то да, вот эту вилку дальше, что нужно сделать, нужно найти положение, в котором заблокирован картридж, вот он, собственно, заблокирован, и в это положение каким-то чудом установить крутилку. А, о, ничего себе, все немножечко сложнее, чем я планировал. Ладно, здесь придется повозиться, все-таки шестеренку эту придется достать, с шестигранником вместе, если это вообще возможно, потому что у меня аж повернулся на чуть-чуть другой угол весь вот этот конструктив, и, соответственно, вот этот стопор, который не позволяет пройти, вообще не понимаю, зачем он здесь нужен, без него было бы, честно говоря, проще и легче всей этой конструкции заведовать. Вот этот стопор надо переставить на другое место, что он же является ограничителем у нас для вот этой крутилки, то есть в заблокированном состоянии стопор должен остановить крутилку где-то вот здесь, а он сейчас находится немножечко дальше, поэтому, можно, конечно, забить болт на это дело, то есть я затянул, получается, чуть-чуть сильнее, чем это было сделано с завода, забить болт и оставить все как есть, но хочется сделать как надо. История. Ну, собственно, тогда продолжаем демонстрацию, вот на этой вот резиночке и держится у нас непосредственно крутилка, то есть именно вот этой резинкой она удерживается на своем месте. Давай, перестегнись, пожалуйста, там же тебе не сложно. Вот, 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 вот так, примерно вот так. застегнулась без резиночки сейчас сразу поставлю, проверю. Еще чуть-чуть надо довернуть наш ограничитель. Чик. То есть, да, здесь осталась родная смазка, похожая на силикон. Все, вот, теперь ограничитель ограничивает там, где он и должен это делать. и вот в этом положении крутилка у нас должна оказаться закрытой. Лазить сюда смысла не вижу, потому что картридж необслуживаемый. Все, что вы делаете во время регулярного ТО данной вилки это так, 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 все до упора закрыта блокировка. Это снятие штанов, очистка пыльников, очистка бушингов обоих, протирка содержимого штанов, чтобы убрать всю смазку. То есть, надо будет использовать как-нибудь типа вайт-спирит или обезжириватель на базе нефраса. И после того, как вы там все это вычистили, снова наносите смазочки на бушинги, то есть, на направляющие между ними и на пыльнички. Ну и обязательно пропитывайте маслом поролоночки, чтобы это масло хоть какую-то смазку хоть как-то улучшало скольжение. Соответственно, проверяю работу блокировки. Ну вот, намертво не блокируется она у меня, она у меня остается чуть-чуть приоткрытой. Мне так нравится. Я не хочу мертвой блокировки для данной вилки делать. Пусть ее лучше не будет, чтобы человек, который будет на ней кататься, поймав внезапное препятствие, не убился. Пусть работает именно так. Осталось помыть. Ссылку на нее, на вилочку и на магазин я оставлю в описании. Кстати, самая прикольная ось с флажком, на мой вкус, это ось Максл. Но сейчас их даже RockShox практически не ставит на свои вилки. Ну вот, ради интереса взял от своего не бустового RockShox оську и она сюда подошла. По резьбе совместимо. Чуть-чуть, чуть-чуть, 5 миллиметров не дотягивает, но количество оборотов именно по резьбе достаточно для того, чтобы колесо держалось. А вес оси на секундочку 92 против 35. Нормально так отличается. В то время, как вес всей целой вилки 2 килограмма 200 грамм. Ну, правда, с очень-очень длинным штоком. Ну, в общем, вес для крепкой вилки вполне себе адекватный. Ну, видали, и полегче, как говорится. Повторюсь, что шасси у него ощущается довольно монолитным, жестким, 34-е ноги. Ну, в общем, для трейлового катания вполне себе годный вариант. Но со своими, как говорится, нюансами, которые мы сегодня посмотрели. Как альтернатива, повторюсь, это RockShox с остальными ногами, но у него свои нюансы, о котором, надеюсь, в ближайшем видео я расскажу. Пока!